Привет, дорогие сплетники! Добро пожаловать обратно на мой канал. Меня зовут Антон и на этом канале мы пьем очень много кофе, а еще мы очень много сплетничаем. Спасибо огромное Тартуфе за вашу постоянную любовь и поддержку нашего сплетнического комьюнити. Восхитительный кофе напрямую из Италии. 100% арабика. Все детали по ссылочкам в описании. И напомню, у кого есть чек составит более 5000 рублей при покупке продуктов у ребят из Тартуфе, точно такая же кружка в подарок от сплетников. Вытащили очередного холостяка, абсолютнейший ноунейм. Значит, 27-летний парень, зовут его Александр Гранков или Гранков. У меня проблемы с русскими фамилиями, вечно ставлю не туда ударение. Но, тем не менее, кто такой Александр Гранков, никто не знает. Ему 27 лет, он бизнесмен в свои 27 годиков, который получил образование в Лондонском университете UCL. И герой, значит, живет в Подмосковье, управляет фермой и собственной конюшней. Цитата. Холостяка. Помните, доктора стоматолога? Забыл я его имя, фамилию. И тогда, конечно, была интересная тема, когда ТНТ пытались его продвинуть. Оказалось, что до того, как он пришел на холостяк, у него был контракт с Comedy Club, насколько я помню. И после этого он пытался какую-то песню записать. И что-то из себя пытался, я не знаю, заявить о себе как публичная личность. Никому не интересный, проходящий, конечно, он был вариант. И опять же, ребята, здесь, к сожалению, к огромному сожалению, я бы хотел посмотреть реальную битву за сердце холостяка. Я бы хотел, чтобы нам показали реальную любовь, реальное зарождение отношений. Я вот этого очень хочу, потому что изначально это же не просто парад, прости господи, девушек с пониженной социальной ответственностью. Так они называются сейчас, да? Которые приходят на холостяк ради того, чтобы заявить о себе миру и поднять ценник на свои собственные услуги, на свое собственное тело. Только потому что засветилось в телевизорике. И вот после того, как ты вроде выиграл, помните, Сафарову, которая выиграла этот самый фальшивый холостяк с Тимати. Прости господи, с Тимати, да? И сейчас она все, чем занимается, это продолжает пилить курсы по похуданию. Занимается, ну, вот эти вот, знаете, Инстаграм разводилом. И, конечно, русскоязычный блогинг, это отдельный вид дна, который я лично от всей души презираю. Нет никакого, ни одного человека в Инстаграме, который занимается подобным, кого лично бы я уважал. Но вот, тем не менее, ребят, я не знаю, кто такой Александр Гранков. Мне интересно, сколько и кто за него платит. Потому что, ну, не верю я, что взяли обыкновенного фермера и просто сделали из него звезду. Ведь сделают из него звезду, ребят, это однозначно. Но что интересно, здесь будет, конечно, интересная тема. Это два холостяка будет, второго холостяка пока еще ничего о нем не известно. Но будут два холостяка. Цитата. На их решение может повлиять любой поступок. Мы здесь говорим про девушек, которые будут бороться за этих двух холостяков. Неосторожно сказанное слово, неаккуратный жест или прикосновение. Мужчины будут стараться заслужить расположение участниц. Но вопрос, примешь ли ты эту розу, они зададут только после того, как девушки озвучат свой выбор. То есть сначала будут девушки говорить, какому из холостяков они заинтересованы. И после того, как они вот выберут правильного, тот уже будет решать, подходит ли мой девочка. Вообще, конечно, теории, правильная перетурбация на этом самом шоу. Нужна была вот это вот свежее дыхание, свежая кровь. Отдельный ласт драмы. Посмотрим, к чему это все приведет. Опять же, дорогие мои сплетники, никаких особых иллюзий я здесь не питаю. Будем ждать слив на всех девчонок, которые туда пришли. Кто у них есть за периметром, мы здесь говорим про мужей и папиков, которые за это все платят. И будем, конечно, внимательно наблюдать за историей каждой невесты, которая придет бороться за сердце холостяка. Потому что, уверен, на каждую мы накопаем печаль. Печаль, цинизм и отвращение лично у меня. Но мне больше сейчас интересно, кто платит за этих холостяков. И что вообще за холостяки. Потому что я не верю, отказываюсь верить, что взяли обыкновенного холостяка фермера. И поставили его на место главного героя. Ой, интересная тема, темненькая тема. Опять же, когда очередных ноу-наимов нам вытаскивают и создают очередную звезду, которая не имеет под собой никакого основания быть звездой. Не верю я из грязи в князю в данном случае. Я верю, знаете, во что? Что когда ты публичный человек и заявляешь о себе, и становишься звездой, ты должен заявить своим талантом. Они просто красивой рожицей и накачанным телом. Господи, Москва, Питер, ребят. Вы только посмотрите на инстаграм. Вот каждая геолокация спортивного клуба. Ох, какие же там Аполлоны. По факту, это просто удивительное скопление красивых людей в столицах России. Да, ну вот действительно люди, которые мы говорим физически красивые. Поэтому выбор, конечно, есть. Но эту всю аферу мы обязательно растормошим на маленькие кусочки и узнаем про каждого. Девчонки, подтирайте все концы, потому что на каждую накопаем. Правда, как и мальчишки. Дорогие мои, а сейчас минуточка мотивации лично от меня. Когда я, помню, жил в Эстонии, уже тогда мечтал о жизни в формате цифрового кочевничества. В переводе на русский захотела и полетела. Сейчас поясню, о чем речь. Digital Nomads. Это такие удаленчики на максималках. Счастливые граждане мира. Кому для работы нужен только ноутбук и Wi-Fi. Сейчас я именно так и живу здесь, в Португалии. Английский позволяет с легкостью менять страны и города. Ведь работа, если, конечно, мы с вами не на заводе работаем, в основном ведется онлайн. В моей жизни карьеры английский сделал значительно ярче и богаче на людей, проекты и путешествия. И круто, что есть языковые школы, которые подстраиваются под ваш бешеный график, позволяя практиковаться, когда удобно лично вам. Почему я рекомендую Wall Street English? Школа работает 22 часа в сутки. На старте обучение к вам прикрепляют персонального наставника, который лично следит за вашей мотивацией. Метод школы, это вам не дыхание, простите, господи, кормилицы. За 50 лет английский с нами выучили 3 миллиона человек в 29 странах. Это работающая система. Здесь вы можете брать разговорные уроки с преподавателями из англоязычных стран. А еще школа дает финансовую гарантию, что именно вы выучите английский онлайн, следуя ее методу. А чтобы вы прямо сейчас приступили к воплощению своей мечты и начали изучать английский, я оставил для вас по ссылке в описании 3 полезных подарка от онлайн-школы. Тест на определение вашего уровня языка, бесплатный пробный VIP урок английского и скидку 30% на онлайн-курс Wall Street English лично от меня. Переходите по ссылке и тоже начните менять жизнь к лучшему. За это дооцените мой мотивирующий на учебу лук. А мы продолжаем. Дорогие мои сплетники, пожалуйста, не скупитесь на лайки, не скупитесь на подписки. У нас здесь неимоверно интересно. Самое интересное комьюнити в русскоязычном блогинге. Мы первые во всем. Поэтому вступайте в ряды сплетников. Сплетник на этом канале звучит гордо. Буквально пару дней назад мы говорили про абсолютнейший беспредел. Мы здесь говорим про вот это вот самое видео. По этой ссылочке можете пройти и посмотреть. О добывании медвежатины в рестораны Лепса и Агаларова. Я только что сказал, что для меня русский сегмент блогинга это отдельный вид дна, который только подтверждает с каждым своим письмом, с каждым своим заявлением. Они только подтверждают, какое они самое настоящее днище. Все вы знаете директ моего инстаграма. Вот мой инстаграм. Во-первых, кому есть что сказать про кого бы то ни было, пишите мне, вы останетесь анонимными. А мы неимоверно будем благодарны за всю предоставленную информацию. Но вот сегодня я получаю вот такое вот письмо. Я скрою имя, фамилию этого блогера. Это блогер со 136 тысячами подписчиков в его инстаграме. Добрый день, спасибо, что осветили ситуацию с браконьерами. Я бы рассказал об этом своим подписчикам. Уверен, многим будет интересно. Может быть, сделаем под это взаимный пиар. Я напомню, у меня там 130 тысяч сейчас, наверное, подписчиков в моем инстаграме. Я им отвечаю серьезно. Взаимный пиар на ситуации с беззаконием и охотой на животных, когда нельзя на них охотиться. То есть мы подняли острейшую тему. Мы подняли абсолютно ужасную ситуацию, когда люди добывают мясо диких животных. Посмотрите то самое видео. Вы должны знать, во-первых, кто такой Агаларов, кто такой Лепс и как они добывают продукты в свои охотничьи рестораны. И ресторан лесной мы здесь говорим, да? Но вы мне серьезно, ребят, блогеры, да? Вот каждый, кто мне сейчас напишет, давай сделаем взаимный пиар, я вас протащу. Вот сейчас это было анонимно. В следующий раз на предложение сделать взаимный пиар на этом я вас публично всех протащу. Вы люди с абсолютно беспринципным состоянием души. Понимаете, когда мне говорят, ну Антон, охваты, лайки, просмотры, это же тоже твоя работа, ребят, это моя работа. Сказав все это, никогда я не буду заниматься взаимным пиаром, попытаться выставить себя в правильном свете на болезненной теме. Ты серьезно, чувак? Ты мне предлагаешь сейчас взаимный пиар? Ты расскажешь своей аудитории на 136 тысяч подписчиков об этой ситуации, но только в ключе взаимопиара? Какое же ужасное дно! Я понимаю, для блогеров пиар, популярность, это их работа, часть работы. Я считаю, что неимоверно важно добиваться расположения интереса своей публики правильными путями, а не когда ты на болезненной, на ужасно больной теме. Ты пытаешься сделать себе правильное имя, чтобы люди подумали о тебе. О, Господи, какой же хороший этот мальчик, зашел там на Инстаграм, да? Жена, детки, вот эти вот все путешествия, классика жанра, да? И ты думаешь, ох, замечательно, да? Ты сейчас сделаешь, если бы я согласился на это, взаимопиар со мной, и после этого у тебя бы, у твоей аудитории возникла замечательная идея, что, о, Господи, какой ты хороший человек, не зная, что это взаимопиар, да? И потом, что ты нарастишь еще 1050 новых подписчиков, и потом, что запилишь очередной курс, беспринципность, жесткость, цинизм в попытке добить своей аудитории, растопить ее сердце, показать какой ты эмпатичный человек и показать какой ты человек сострадающий. Ребята, это новое дно. Не на того блогера вы нарвались, который будет сейчас заниматься самым пиаром. Никогда такого не будет. На такого толка болезненных моментов. Если вы хотите поддержать, дорогие мои русскоязычные блогеры, пожалуйста, поддержите, потому что тема неимоверно острая. Но если вы сейчас будете заниматься самым пиаром на вот подобных темах, ребят, вы дно, вы новое дно дна. И такое лично я не прощаю. Вы ужасные люди. Вы бессердечные люди. И не таким образом вы должны набивать свою аудиторию, нажимая, знаете, на больные кнопки, да? Что, чувак, ты никогда не озвучишь проблемы бездомных животных, ты никогда не озвучишь браконьерство в России просто так, если нет взаимного пиара. Вообще, видите, какой циничный пласт людей занимаются блогерством в русскоязычном сегменте этого самого блогерства. Вы дно из дна. Каждый раз, в конце каждого видео, я или озвучиваю отдельный приют, или говорю в общем, пожалуйста, ребят, обратите внимание на ваш местный приют и помогите, да? Делаю это не из-за взаимопиара. Делаю я это не из-за денег. Делаю я, потому что у меня сердце болит. Потому что я человек. Человек более с правильными принципами, чем вы. Днищенское сообщество русскоязычных блогеров. Это ужасно. Каждый раз, когда я говорю, пожалуйста, блогеры, это секунда вашего времени. 30-40 секунд, когда я говорю про приюты. Это ничто в вашем хронометраже. Неужели так сложно бесплатно что-то сделать? Неужели так сложно от души поддержать? Приют домашних животных, детский дом, или еще какой-то charity, да? То, о чем у вас сердечко болит, или бесплатно ничего не делаем? Ребят, это ужасно. В каком циничном мире мы с вами живем. Ах, без Ольги не обойтись. Выплывай, милая моя. Посмотрите, какое дно. Пожалуйста, дорогие мои. Только что мы обсуждали в одном из наших последних видео ситуацию, когда шнур прошелся по Ксении Собчак. Вытащил он опять ее сына, Платона, которому 5 годиков. И он задался вопросом из серии «Похож на Капкова, а нянчит тебя Виторган». Когда я выставил вот эту вот фотографию в своем телеграм-канале, о боже мой, настоящий баталий. Кто-то говорит «вылитый Виторган в детстве сына Ксении Собчак». Кто-то говорит «конечно, похож на Капкова, но просто одно лицо». Ребят, одно лицо. Здесь невозможно сказать ничего по-другому. Это говорит «это вылитая Ксюша в детстве». Вы знаете, ребенок похож абсолютно на каждого из этих троих. И поэтому, если ты думаешь в теории, может ли получиться этот самый сын от союза с Капковым? Конечно, может. Может ли он получиться от союза с Виторганом? Да, конечно, может. Просто когда шнур говорит об этом в таком вот ключе, то ты начинаешь задумываться. Потому что публичные люди, когда они начинают ругаться и сливать какие-то интересные факты, вот здесь ты понимаешь, что здесь все не так чисто. Мне начинают говорить «не говори про ребенка, не втягивай ребенка в этот скандал». Во-первых, начал это все шнур, а не я. Это одно. Второе, мы здесь говорим не о сыне Ксении Собчак, а о том, с кем была Ксения Собчак и о ее распутном поведении, когда она была молоденькая. Кто такой Капков вообще? Это интересная тема, дорогие мои сплетники и сплетницы. Давайте небольшое представление этого самого человека. Родился в Нижнем Новгороде, там же закончил факультет государственного муниципального управления. В 99-м году руководил предвыборной компанией Абрамовича на выборах в Госдуму. За время работы Капков успел побывать везде в должности председателя правления Фонда Национальной Академии Футбола, вице-президент РФС по развитию, депутат Государственной Думы Федерального Собрания. Везде он, короче. Роман «Политика» с Ксенией Собчак начали активно обсуждать еще в 2010 году. На самом деле, это сплетня, от кого ребенок Ксении Собчак. Это 100 лет в обед этой самой сплетни. Но вот сейчас как-то новое дыхание. И почему не обсудить? Потому что, опять же, когда я смотрю на ее сына, ну, вылит Капков, вылитый Виторган в детстве, вылитая Ксюша сама. И поэтому нельзя здесь прям-таки отрицать, что это 100% от Виторгана. Поговоряешь ради Собчака, он развелся со своей супругой, ведущей телеканала «Вести 24» Екатериной Гринчевской. То есть там была серьезная, на самом деле, тема. Собчак была по уши влюблена в него как кошка. И это еще было до ее отношения с Виторганом, на самом деле, у Собчак. И именно из-за отношений Собчак с Капковым она перестала общаться с Канделаки. То есть скандал с Канделаки начался еще с тех седых времен. В интервью Стрелец тогда, Кина вспомнила, что однажды Ксения прерывновала ее к бойфренду и написала ей смс с оскорблениями. На самом деле, это, конечно, интересная тема. Интересно все на это смотреть, потому что, опять же, начал это шнур. Мне говорят, не лезь туда. Да, конечно, ребят, мы здесь обсуждаем все. Все, что интересно. А отношения Собчак, лично мне, они всегда интересны. С кем была, с кем спала, что кушает и сколько зарабатывает. Конечно, сразу здесь прокомментировал эту всю тему нынешний муж Собчак Богомолов. Никаких оскорблений, конечно, он не выкатил. Но он сказал, что пение снова превращается в лайф, а лицо обретает признаки дегенерации. Он открыто заявил Богомолов, что Шнуров буквально превращается в обезьяну. И в конце он призвал не обсуждать и не возмущаться происходящему цитату, а просто фиксировать в тетрадке, как будет расти на лице шерсть, как будет распадаться речь. Ранее он назвал Шнура кучей нечистот, лежащей посреди великого города. Ой, как мне интересно, что за скандал, почему он вообще возник. Я не верю, что это прогрев, потому что я не верю, что Собчак настолько цинично, я скажу вернее так, что она согласна на прогрев своего будущего курса, используя своего сына. Если это действительно так, то здесь, конечно, Собчак клейма негде ставить, хотя на Ксении в принципе клейма негде ставить, потому что человек беспринципный, по головам пройдет ради собственного интереса, ради собственной выгоды, ради хейта. Опять же, она купается в хейте, это ее любимое занятие, я уверен, она может и ребенка под это все с собой захватить. Я не верю, что она настолько цинична, но опять же, если и ожидать подобного от кого-то, то Собчак, конечно, первый кандидат, сразу сказал об этом, встрял со своими пятью копеечками, дорогие мои сплетники и сплетницы. Пригожин, без него ни одна вода не освятится, назвал музыканта хайпажором, кариесом на зубах и отморозком, заявив, что за оскорбление граждан должна быть введена уголовная статья. Он предположил, что по поводу Шнурова стоит обратиться к президенту России, так как рокер сам себя возомнил первым человеком в нашей стране. Цитата, но нельзя оскорблять женщин, нельзя, в моем сознании это не стыкуется, мой мозг бессилен это понять, пока мы не начнем оккультуриваться публично пороть таких людей, как Шнуров, позволяя ему девальвировать каждого гражданина, ничего хорошего не получится. Чья бы собака лаяла здесь, да, чья бы коровы мычала, уж точно не пригожина, человек не скупится залезть в карман, словом, когда ему нужно послать как женщину, так и мужчину, так и ребенка. Знаете, тот еще прожженный насквозь дядя, но опять же, ребят, не знаю, интересно мне наблюдать за всем за этим, потому что именно во время таких вот скандалов и срачей мы получаем какие-то вот крупицы информации, из которых потом создается вот эта вот общая сплетня, которая в итоге всегда превращается в правду, а наши сплетни, они всегда превращаются в правду. Интересно послушать, кто что знает, интересно послушать, может быть, какая-то дополнительная информация, пишите мне, а можно и даже в директ моего телеграмма, ссылка будет обязательно в закрепленных комментариях, пишите, вы останетесь анонимными, а мы с огромным удовольствием, это здесь все перетрем. В Госдуме наконец-то решили защитить россиян от инфоцикла вице-спикер Чернышов на правило обращения вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с просьбой поручить Роскомнадзору, цитата, определить порядок лицензирования бизнес-тренингов и курсов личностного развития, он также считает, что деятельность бизнес-коучи, вот этих вот лидеров личностного роста и прочей вот этой вот ерунды должна лицензироваться однозначно государством, и много аферистов в этой самой теме, цитата, которая преследует цель заработать как можно больше денег на продажу информационного продукта, который не имеет никакой практической ценности. Ребята, это нужно давным-давно было как-то лицензировать, это нужно не лицензировать, это нужно контролировать, потому что то, во что сейчас вырождается блогинг, вы понимаете, да, когда каждая звезда, бывшая звезда, певица, актриса, ведущая переходит в инстаграм, это же показатель, правильно, да, и начинают свои курсы, прогревы, вы должны понимать, какие бешеные деньги крутятся, народ не перестанет платить деньги. Ребят, столько людей, у которых не хватает ума понять, что это все развод, что это просто легкие деньги, которые вы кормите этих самых публичных людей, что здесь же, ну, блин, ну, где звоночек здравого смысла? Нет, люди продолжают кормить, но я считаю, что если столько аферистов развелось, это нужно однозначно контролировать на законодательном уровне, потому что сейчас это просто невозможно зайти в инстаграм, помойка, где каждый ноунейм, или пытается сделать взаимопиар, да, на больном, или пытается, когда уже добился какой-то подписоты, ведь цифра людей, подписанных на блогеров, это подписота, благодаря которой они потом обогащаются в неимоверных каких-то, блин, суммах, ужасно. Для меня это печать, для меня это деградация общества, для меня это, знаете, вот этот вот момент, да, когда каждый мальчик и каждая девочка сейчас все, что они мечтают, это быть блогером, потому что для них это дурнейшие деньги, это красивая жизнь, это легкие деньги, когда ты можешь позволить себе то, что никогда не сможешь себе позволить, получив высшее образование, устроившись на работу, и потом работая на этой работе каждый день своей жизни. Печально все это, ребят, деградация, опять же, я как блогер, для которого блогерство, это карьера, это каждодневный труд, я в шоке, что люди думают, что это легкие деньги, и, к сожалению, к огромному сожалению, это легкие деньги, которые не контролируются ничем, и все эти блогеры дискредитируют действительно настоящих блогеров, для которых идея блогерства, это не просто заработать сразу и много, да. Печально мне смотреть, во что превращается, во что вырождается блогерское сообщество, не только в России, это сейчас мировая вот эта вот тенденция, когда блогеры, это просто вырождение, к сожалению. Интересно послушать ваше мнение, давайте пообщаемся в комментариях. Сейчас был юбилей Лещенко, с юбилеем господина Лещенко, всю старую гвардию он собрал, и Якубович пришел со своей, как пишет в прессе, молодой женой. Марина Видова действительно моложе супруга, она целых 18 лет, сейчас это уже, на самом деле, и не скажешь. Я понимаю, живут они раздельно, насколько я знаю, да, но все-таки раньше Видова как-то следила за собой, а сейчас я не знаю, что с ней стало. А, ребят, а что с ней стало? 18 лет у них разница, а выглядит она ему как, ну, практически одногодка пьет, она пьет, почему-то так плохо, ведь раньше же выглядела Видова так. Что с ней стало? Смотришь на эту фотографию, и прям немножечко страшно становится. Знаете, ребят, мне говорят, ой, каждый стареет как хочет, каждый занимается своей жизнью как хочет, да пусть они занимаются как хотят. У меня есть вот желание обсудить, я считаю, что когда у людей есть возможности запускать себя, не Камильфо. Вот такая вот у меня позиция. Так вот интересно, что с Видовой, что там у нее, и почему так она потасканно выглядит. Янис Тима все-таки приехали они сейчас с Седоковой в Майами, сняли они серьезный дом за 50 тысяч долларов в месяц в этом самом Майами. То есть это реальная сумма, она очень хвалилась своей вилой, вилла действительно роскошная, ребят, 50 тысяч долларов. На самом деле для штатов люкс вилла они так и стоят, 50, 100, 200 и выше стоит месячная аренда такого жилья, это все правда. Подписал он в баскетбольном клубе Orlando Magic, Lakeland Magic в Г-лиге. Хуже только совсем не работает на самом деле, дорогие мои, чем играть в этой самой Г-лиге. Он пытается вырваться же в какую-то взрослую команду для его возраста, он уже возрастной спортсмен. Практически это нереально, обычно из Г-лиги присматривают себе игроков. Европейские клубы NBA там даже и не пахнет хорошо, он выглядит, ну люблю я таких мужиков, красивый он мужик. Но надо называть вещи своими именами, он совершенно не в форме. Ездил он тогда в свой спортивный клуб где-то в российской периферии. Сказали спасибо, до свидания, не подходите вы нам. Вы знаете, вот тот самый момент, когда профессиональный спортсмен, чья мечта была и профессионально играть в НБА. Но потом вот случилась Аня Седокова, тот якорь, который потянул тебя на дно. Я искренне верю в это. Вы знаете, я верю в эту теорию, что без Жозефины никогда бы не стало Наполеона. А вот есть такие Жозефины, от которых бежать надо, тапки теряя. Потому что это будет тот самый якорь, который потянет тебя на дно. Интересно, на какие деньги они снимают эту самую вилу, потому что не получает он 50 тысяч долларов в месяц в этом самом клубе. Ну или что, сейчас будет очередная карта желаний или тряпье будем продавать. Вообще, насколько хорошо продаются тряпки Ани Седоковой. Смотришь на этот вот весь цирк, я понимаю отлично, что люди зарабатывают гораздо больше, чем это кажется изначально. Для того, чтобы зарабатывать, нужно хотя бы работать, нужно иметь какую-то видимость работы. На что живут вот эти все люди, на что живет Седокова, на что живут вот эти вот бывшие серебряные, блин, Виагры, вот эти все темы. На что они живут, сейчас я совершенно не могу понять. Неужели когда ты перевалил там за четвертый десяток или подходишь к конуму, до сих пор есть какие-то, я не знаю, фанаты, которые поддерживают твой красивый образ жизни. Очень интересно мне, на какие деньги, кстати, только аренда помещения дома стоит 50 тысяч долларов. Это бешеные деньги. И мне интересно, откуда там у них эти самые деньги. Потому что она же что, постоянно ходила, ныла, что денег нету? Так откуда деньги-то такие? Только на аренду. Интересно. Интересно, кто что знает, вообще кто что знает про эту пару, на какие деньги-то живут. Мне прям очень любопытно. Пожалуйста вам, Рева запустил тоже очередную доставку суши и роллы. Начал он это, конечно, не с Москвы, а с двух северных городов России. И вы знаете, я считаю, на самом деле это все правильно. Я считаю, что если ты начинаешь вот эту вот доставку суши и роллов. Помните, Ида Галич, она же тоже начинала свою доставку суши и роллов. И начинала она именно как раз с Москвы. Вы знаете, в Москве, где есть уже мишленовские рестораны, где есть свой уровень. И где люди, на самом деле, зажрались качественными продуктами. Это стопроцентная правда. Есть действительно качественные рестораны, просто А-класса в Москве. И когда выходишь со своей суши-доставкой, интересно, существует ли еще доставка суши от Иды Галич. Потому что, помню, какие-то конские были ценники на ее доставку. И вот мне интересно, стоит ли. Потому что я смотрел, на самом деле, обзоры этих самых роллов от Иды Галич. Люди говорили, ну да, вкусно, но не оправдывает цена этих самых роллов то, что представляет Ида Галич. И я считаю, что, конечно, Рева сделал максимально правильно, что начал он с периферии. Потому что там, мне кажется, люди более падки, во-первых, на звездные имена. И они не настолько зажравшиеся качественными продуктами, качественной доставкой. И если действительно роллы будут правильные и вкусные, может быть, действительно, он сколотит свой первый миллион быстрее, чем Иды Галич. Повторюсь, не знаю, существует ли еще доставка от Галич, и сейчас ли вы туда возвращаетесь. На самом деле, я сам большой любитель доставки, боже мой. И высокая цена, это не гарант того, что еда будет вкусной. Это первое. И всегда, опять же, по собственному опыту, есть такой момент, что еда дешевле, а бывает и в разы дешевле, будет и качественнее, и вкуснее, чем та, которая дороже. Когда касается дела суши роллов, ну не знаю, у меня большие сомнения, но считаю, что Рева сделала очень правильный шаг, что начал именно с периферии, а не с одной из столиц. Варлабу вставил, б***ь. Уяр, б***ь. Вот это развлечение от детей. Горки ледовые. Это елка, б***ь. На железной трубе, б***ь. Игрушки, б***ь. Вот тут вот катаются дети. А вот это вот, вот это вот, администрация, б***ь, Яшского района, б***ь. И елка красивая, б***ь, б***ь, кримс. Как вы думаете, что это, б***ь, это такое? Может, это кусок жести привязывал? Скамяется. У нас тут должно было быть сегодняшнего тревога. Б***ь, это памятник. Книги, б***ь. Книги читающего населения, б***ь. Мужик выкладывает вот эти вот видео. И после этого глава города Уяр Красноярского края Валерий Прищепка написал заявление в полицию на жителя Красноярска Алексея Крашенникова, который в соцсетях раскритиковал городскую площадь. Об этом Крашенников рассказал в своем ВКонтакте. Мэр Уяр считает, что Крашенников его оклеветал и администрацию, и необоснованно обвинил в растрате бюджетных средств по заявлению. Проводится проверка. Ребят, вот, знаете, смотришь на абсолютнейший абсурд, да? Когда, ну, жесть какая-то, которая выдается за памятник книги, когда просто, я не знаю, какие-то сугробы на площади стоят. Вы говорите, это сугробы, это не организованная площадка, это не та площадка, которая должна стоять перед городской управой, то есть это центр города, да? А на вас пишут заявление в полицию, что вы оклеветали. А как оклеветали? Мы все видели эти самые видео. Я в шоке от того, что люди не способны держать удар. Все гуруправщики, ну, ребят, вас обязаны критиковать, потому что вы слуги народа, потому что вы живете на налоге горожан. И когда вам тыкают носом в эту, прости господи, пеленку, вы подпишете заявление в полицию на оклевету. Какая клевета? То, что я посмотрел, да такое нужно снимать с кресла. Гуруправщика и увольнять с потерей полнейшей репутации. Вы знаете, ребят, я в шоке. Не моя страна, да? Но я искренне надеюсь, что не будет вот этой вот известной поговорки «В России две беды», да? Одна из которых дороги, ну, или вот городские площади. Смотришь, и печаль неимовернейшая после того, что ты видишь. Ауч! Дорогие мои спецники, все вы знаете, на этом канале мы всегда поддерживаем приюты для бездомных животных. Я знаю, в каждом городе, в каждом населенном пункте есть свой приют, который неимоверно нуждается. Гуглите, узнавайте, чем можете помочь. И, пожалуйста, помогите. Я знаю, очень многие бывают вот эмоционально движимы моими вот этими словами, но как только видео заканчивается, они вот с этим вот, знаете, успокоением. Ну, кто-то беспокоится о братьях наших меньших, значит, кто-то это сделает. Пожалуйста! Ну, дайте мне слово. Сегодня прогуглите местный приют, узнайте карту, скиньте им 100 рублей. Пожалуйста, сделайте это. Не оставляйте их один на один с их безумными проблемами, особенно в условиях зимы в России, когда им неимоверно сложно. Продолжайте доказывать, мои дорогие спецники, что мы спецники умеем не только сплетничать, но и любить. Вот и все сплетни, вот и все новости на сегодня. Спасибо огромное абсолютно всем за подписки, за пальцы вверх, за комментарии. Огромное спасибо всем спонсорам канала. Дорогие мои спонсоры, с вашей помощью уже действительно становится легче. Не скупитесь на лайки, не скупитесь на подписки, ребят. У нас здесь интересно, у нас здесь каждодневно. Спасибо всем за внимание. Увидимся обязательно завтра. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!